Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Всем привет! С вами Video-Shopper.ru. Производители очень любят большие диагонали, и Samsung не стал отходить от этого дела. Да и линейка Note приглянулась сразу многим. И вот корейский производитель решил выпустить на рынок новый флагман с отличными характеристиками и потрясающим экраном. И его имя Samsung Galaxy Note 4. Итак, давайте посмотрим, что на этот раз нам покажет этот лопатафон. Начнем по традиции с комплекта. Открываем коробку и видим сам Note 4. Под ним за перегородкой разместились документация, зарядный блок, USB-кабель, наушники с дополнительными амбушюрами и набор сменных наконечников для пера S-Pen с металлической прихваткой для их извлечения. Купив Samsung Galaxy Note 4 Video-Shopper.ru, вы дополнительно получаете подробную навигацию с картами России, более 100 увлекательных игр, пакеты с более чем 60 полезных программ, защитную пленку на экран, видеоучебник по Android и, конечно же, тест-драйв в течение 14 дней. Подробности на экране или на сайте Video-Shopper.ru. Берем громадину в руки и смотрим на него. Внешне четверка напоминает Note 3. Издалека не сразу можно их отличить. Главное отличие – это материал корпуса. Смартфон по периметру окантован металлической рамкой. Большая часть рамки выкрашена в цвет корпуса. Скосы остались металлическими, которые очень приятно переливаются на цвету. Задняя крышка получила кожаную текстуру. На выбор телефон будет представлен в четырех цветах – белый, черный, розовый и золотой. Боковые грани также выкрашены в цвет корпуса к каждому цветовому решению. По габаритам и весу модель похожа на своего собрата. Note 4 стал маленько тяжелее и толще, но в реальности это совсем незаметно. За счет угловатости корпуса в руке гаджет лежит достаточно удобно. Клавиши управления остались на привычных местах. Левый бок отдан под качельку регулировки громкости. Справа – кнопка включения-выключения и блокировки. На верхней грани – вход для наушников стандартного диаметра 3,5 мм. И инфракрасный датчик для реализации возможностей, связанных с дистанционным управлением различной техникой. На нижней – разъем microUSB и слот со стилусом. Стоит отметить, что на этот раз в смартфоне стоит USB 2.0, а не 3.0, как на трешке. На передней панели сверху мы видим динамик, фронтальную камеру и датчики. Ниже на экране расположена кнопка «Домой» и две сенсорные кнопки «Возврата» и «Меню». На тыльной стороне виден глазок камеры, вспышка и монитор сердечного ритма. Светодиодный элемент подсвечивает сосуды приложенного к камере пальца, в то время как она ведет подсчет сердцебиения. Одним словом, ты сможешь следить за своим состоянием в любое время и соответствующим образом корректировать физические нагрузки. А в самом низу расположился звуковой динамик. Задняя крышка съемная. Под ней находится аккумулятор на 3220 мАч. По длительности автономной работы аппарат показал хорошие результаты. При вполне серьезной нагрузке батареям не хватило на день стабильной работы. А если вы захотите продлить автономность батареи, то вам в помощь режим Ultra Power Saving. Когда запущена эта функция, гаджет показывает серо-белое изображение, но при этом позволяет только звонить и отправлять сообщение, отключая все лишние функции. Еще имеется функция быстрой зарядки. Смарт способен зарядиться наполовину всего за 30 минут, что иногда очень бывает нужно. Тут же рядом слоты под сим-карту и карту памяти. Взглянем на экран. Супер Амолед с диагональю 5,7 дюйма. Разрешение возросло до QHD 2560 на 1440 точек с плотностью пикселей на дюйм 515. По мне, экран получился потрясающим. Качество картинки отличное, цветопередача на высшем уровне. К углам обзора тоже претензий нет. Работать, смотреть видео и фото на таком экране только в удовольствие. Защищает экран Gorilla Glass третьего поколения. Перейдем к железу. Samsung Galaxy Note 4 выпускается в двух решениях. Первое – это четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 805 с частотой 2,7 ГГц. Adreno 420 LTE Cat 6. И вот вторая версия, как у нас на обзоре. Она является основной для России. Восьмиядерный процессор Exynos 5433 с частотой до 1,9 ГГц на производительных ядрах Cortex-A57 и до 1,3 ГГц при переключении на Cortex-A53. В паре с ним работает графический ускоритель Mali-T760. Оперативной памяти 3 ГБ. Встроенной – 32 ГБ. Пользователю доступно около 24 ГБ. Некоторым это будет маловато. Но это все поправимо. За счет карты памяти расширение возможно до 128 ГБ. Этого, думаю, уже будет вполне достаточно даже самому заядлому меломану и игроману. В производительности смартфон упрекнуть не в чем. Galaxy Note 4 работает очень быстро и показывает отличные результаты в тестах и играх. Samsung Galaxy Note 4 работает на базе Android 4.4.4 KitKat с фирменной оболочкой TouchWiz. Внешне все осталось так же. Впрочем, Note все-таки получил несколько важных новинок в плане программного обеспечения. Например, по сравнению с предыдущим поколением, улучшена работа с двумя приложениями одновременно за счет большей настраиваемости положения окон на экране. А также обновлено программное обеспечение, отвечающее за работу стилуса для лучшей точности распознавания места касания и приложенной силы. Изменилось положение S-Health. Помимо шагов и изменения пульса, появилась возможность измерить уровень стресса, уровень ультрафиолетового излучения и насыщенность кислородом крови. Не обошли изменения и диктофон. Имеется несколько режимов записи. Обычный – режим встречи и интервью. Он способен убирать шумы и выделять голоса. Последнее дает возможность потом прослушивать определенных спикеров в записи конференции. Из нового введения – новый AirCommand. ActionMemo, ScreenWide, ImageClip и SmartSelect. Появилось несколько новых обоев и набор предустановленных приложений. Нельзя не упомянуть о возможностях работы пера S-Pen. Это остается одним из ключевых отличий Note. На экране Note 4 можно быстро и комфортно делать любые записи, словно обычной шариковой ручкой. Никуда не делось всплывающее меню в виде круга с быстрым доступом к контекстным командам. Запускается оно, как только вы достали перо из слота. Тут сразу же можно вырезать фрагмент, сделать снимок с экрана и нарисовать на нем. Таким образом можно вырезать фрагменты рукописного текста и преобразовывать их в ссылки, отправляя в другие службы, например, в календарь или телефонную книгу. Можно даже вырезать целые части любых рисунков или веб-страниц, сохраняя все подряд во внутреннем альбоме для последующего использования. Одним словом, очень полезная и удобная вещь, которая всегда может пригодиться. Что касается прочих особенностей, стоит отметить поддержку работы в перчатках, набор движений, сенсор отпечатков пальцев и режим смарт-отключения экрана. Посмотрим на камеру. Тут сюрпризов ждать не стоит. В Galaxy Note 4 установлен модуль, аналогичный Galaxy S5. Это 16-мегапиксельная матрица с оптической стабилизацией от компании Samsung. Фокусным расстоянием 31 мм в пересчете на 35 мм и диафрагмой f2.2. Фотографии получаются отличного качества, фокусировка быстрая. Максимальное разрешение снимков 5312 на 2988. Видео 3840 на 2160. Имеются знакомые функции. Кнопка режим скрывает внутри те же настройки, что и раньше. Это эффекты, как ретушь, снимок движения, панорама, двойная камера, спорт, круговая панорама, звуки и фото. Впрочем, никуда не делись и ручные значения ISO, экспозиция, баланс белого, ну и другие. Фронтальная камера получила 3,7 мегапикселя. Любителям селфи она понравится. Стоит отметить одну деталь. Фото можно делать нажатием на датчик измерения пульса. Очень даже удобно получается. Еще одним плюсом идет возможность делать широкоформатные кадры, чтобы уместить на одной фотографии большую компанию. Посмотрите, что у нас получилось. Смотрите, что у нас получилось. Из беспроводных стандартов имеется Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ARDA, USB, NFC и Каппорт, GPS, GLONASS. Подводя итоги, стоит сказать, что Samsung Galaxy Note 4 один из самых интересных смартфонов на сегодняшний день. Из плюсов стоит отметить широкую камеру, отличный экран, мощная начинка, достойная автономная работа и работа со стилусом. К минусам, правда, даже и не знаю, что отнести. Ну, если только отсутствие FM-радио. В целом, смартфон меня всем порадовал. Но выбор и оценка, как всегда, остается за вами. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и следите за новинками вместе с нами. Обзор подготовлен интернет-магазином Video-Shopper.ru Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше.